Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о таком вот зимнем наборчике от компании Abu Garcia. Моделька данного наборчика, ну как бы его наборчик называется Must Ice 13. В данный набор входит вертикальная блесенка, зимняя, соответственно, балансирчик, тоже вертикальная блесна с тройничком и два запасных тройника с провоцирующими такими, условно говоря, каплями. На самом деле набор, сразу скажу, довольно-таки простой, звезд он с неба не хватает, все изготовлено. Ну, скажем так, на хорошем уровне. То есть, сильно тут, конечно, супер качество ждать не стоит, так как набор довольно-таки бюджетный. Данная блесна весит в районе 8 грамм. К сожалению, на упаковочке ничего не указано, но свешил я, весит она около 8 грамм. Длина данной блесны составляет 4,5 сантиметра. Блесна у нас с одной стороны практически плоская, немножко вогнутая, с другой стороны она такая вот, скажем, ромбовидная немножко. Установлен тройной крючок посредством заводного кольца, а также такой вот декоративный пластиковый плавничок для дополнительного привлечения хищника и, соответственно, слушает как точка атаки. Данная блесна, в принципе, предназначена для ловли щуки в зимний период, либо в летний период при отвесном блеснении. Ну, блесна изготовлена, ну, скажем, на четверочку. Следующий балансирчик. Балансир тоже довольно-таки простой. Балансир весит в районе 4 грамм. Длина данного балансира вместе с плавничком составляет 3,5 сантиметра. Крючки у данного балансира установлены, ну, скажем, среднего такого качества, условно назовем их на четверочку. Конечно, видна простота изготовления, довольно большое заводное кольцо и такой вот крепкий тройник установлен. Всё-таки заводное кольцо можно было, мне кажется, сделать, установить сюда покомпактнее, поминиатюрнее. Так как приманка довольно-таки некрупная, и это всё смотрится как-то, ну, уж совсем громоздко. Но, в принципе, за данную стоимость это я не считаю абсолютно никаким минусом. Балансир я проверял, он играет довольно-таки неплохо, рыбу он будет ловить. Блесна, кстати, тоже имеет довольно неплохую игру. Следующая вертикальная блесенка тоже весит в районе 4 грамм. Такая вот кислотненькая. Нарисованы здесь два глаза, не знаю, конечно, окуня будут и не привлекать или нет. Больше, на мой взгляд, это всё сделано для дизайна. Длина данной блесны составляет ровно 2 см. Оснащена она одинарным крючком. Данная блесна. Крючок, ну, скажем, среднего качества, в меру острый. Ну, рыбу сечь однозначно он будет. Блесна, в принципе, по форме немножко изогнутая. Такая вытянутая в длину. Довольно-таки упитанная блесенка. Тоже пробовал я её на отвесном блеснении. Довольно интересная, кстати, игра у данной блесны. Очень активно, как бы, юрко она себя ведёт на падении. Мне, на самом деле, блесенка очень понравилась. Так, и последнее, что идёт у нас в комплекте, это два тройничка. С такими вот, не знаю, какими-то тут крашеным песком, условно назовём, не знаю. То есть, рассчитываем на то, что будет дополнительно привлекать хищника. Вот это вот соблазнение. Вот, единственное, крючки очень и очень маленькие. Я не знаю, конечно, для замены крючка на балансире они, наверное, предназначены. Ну, уж разница, конечно, тот, который установлен крючок на балансире, и этот крючок видна невооружённым глазом. То есть, эти крючки довольно-таки маленькие. Возможно, это крючки, я не знаю, просто отдельно, как приманка идёт. Ну, однозначно, они на балансирчик и на блесну, на мой взгляд, слишком маловаты. Возможно, скорее всего, это, конечно же, рассчитано на то, ну, как бы использовать как отдельную приманку. По типу мармышинга. К сожалению, производитель здесь нигде не пишет про это. Так что, могу я в чём-то ошибаться. Такой вот наборчик. Стоит он где-то в районе, если я не ошибаюсь, около 100 рублей. В принципе, ссылку я оставлю, кого будет, кого заинтересует данный набор. Можете зайти, посмотреть. На мой взгляд, набор однозначно стоит своих денег. Всё-таки, здесь три приманочки находятся. И довольно, скажем, хорошего, условно говоря, качества. Ловить данные приманки, я уверен, будут. Нужно единственное, конечно, определённую снорозочку. Так что, вот такой вот наборчик. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...